Найдены живы. Пропавших в нем ранее двух мальчиков нашли. Детей обнаружили гуляющими в Кировском районе Перми, их отвели в полицию и после беседы доставили по домам. Эфир продолжит патрульная рубрика. Алина Багрянская уже готова рассказать о криминальных событиях этого дня. Алина, приветствую, тебе слово. Да, коллеги, здравствуйте. В соседнем Соликамске местные жители встретились с шокирующей находкой, предположительно человеческими останками. Очевидцы сфотографировали и выложили страшную находку в социальные сети. На фото явно видны череп, фрагмент позвоночника и другие кости. Обнаружили их на месте раскопок в третьем микрорайоне, где ведется облагораживание сразу нескольких городских территорий. Однако в комментариях к записи другие соликамцы уверяют, что на этом месте когда-то было старинное кладбище, и кости в тех краях уже находили не раз. А вот еще один шокирующий поступок. Накануне в Перми молодой человек спрыгнул с коммунального моста. Мужчина стоял на краю. Его заметили очевидцы и вызвали спасателей. На место ЧП приехали городская служба спасения, бригада скорой помощи с психиатром и полиция. Специалисты долго уговаривали Пермика не совершать роковую ошибку. Однако мужчина все равно прыгнул в каму. Пермику удалось выжить. После осмотра медиков его забрали в полицию. Выяснилось, что мужчине 32 года, и у него были признаки алкогольного опьянения. Решил проучить продавца за невнимательность. Тем временем жители Тюмени подозревают в краже кольца. Дело было в часовом. Мужчина зашел в ювелирный магазин, продемонстрировал наличные денежные средства. Сообщил продавцу, что хочет приобрести золотую мужскую печатку. Девушка стала показывать товар. Перемерив 15 колец, в процессе выбора одно из колец злоумышленник благополучно стащил. А потом на кассе сказал, что у него не хватает денег. Ушел и не вернулся. Задержали мужчину уже в Перми вместе с кольцом. Свой поступок обвиняемый объяснил желанием привлечь внимание девушки так, как она ему понравилась. А в процессе общения решил ее наказать за невнимательность. И в завершение Березняковский отдел полиции подвел итоги операции МАК. Напомню, она проводилась с 11 по 20 июля. За это время сотрудниками полиции было составлено 13 административных протоколов за употребление наркотических средств или психотропных веществ. Возбуждено два уголовных дела за незаконный сбыт наркотических средств. Изъято 162 грамма героина. Субтитры создавал DimaTorzok